Марку два года и пять месяцев по маршруту Кубинка-Одинцова-Кубинка. Он ездит практически ежедневно. И это расстояние для юного пассажира нерекордное. Мы ездили даже уже в дальние поездки, и в Питер, и в Краснодар. И он всю дорогу переносил, то есть в кресле. Я просто знаю, многие мамы вытаскивают, он отдыхает. Марк вот с детства привык. У нас он как-то сразу спокойно начал сидеть. То есть посадили, и он уже как-то все уже привык. И без кресла уже сам в принципе не сидит. Ирина и Константин – образцовые родители, для которых безопасность ребенка на первом месте. За столь ответственное отношение к правилам дорожного движения инспекторы Одинцовского отдела ГИБДД и представители родительского патруля вручили молодым родителям красочные брошюры и пожелали хорошего пути. В день проведения рейда детское кресло у проверяющих работы было немало. В разгаре школьной каникулы самое время напомнить родителям о правилах перевозки детей. До 11 включительно ребенок перевозится в детском удерживающем устройстве. Ребенок может перевозиться на переднем сиденье только в детском кресле. Только в детском специально удерживающем кресле. Не в бустерах, а в кресле. Но родители должны знать, что самое безопасное место в автомобиле – это центр заднего сиденья. Впрочем, в сообществе родителей Одинцовского района к правилам дорожного движения относятся ответственно и стараются научить тому же других. Родительский патруль очень много работает как с детьми, так и с родителями по профилактике детского дорожного травматизма. Естественно, очень важно, чтобы дети и желательно родители носили светоотражающие элементы. Особенно это, конечно, важно утром в темное время суток и вечером. И действительно на тех участках дороги, которые, может быть, недостаточно освещены, естественно, это очень важно. Рейд «Детское кресло» госавтоинспекторы и представители родительского патруля провели в час пик. В его рамках остановили немало автомобилей с юными пассажирами в салоне. Результаты профилактического мероприятия проверяющих порадовали. С истериками, ну, садимся. А как все-таки приучили? Сейчас молодец, хорошо сидит. Ну, спереди, сзади не ездим. Спереди нормально. Безопасность моего ребенка. Как ребенок переносит езду в кресле? Марта, тебе нравится в кресле ездить? Очень нравится. Комфортное кресло. Главное, чтобы выбрать его для ребенка подходящее. Порадовало очень это мероприятие нас, потому что сколько бы мы не останавливали водителей с детьми, все дети были пристегнуты и перевозились правильно. Ни одного мы не увидели неправильно перевозившего ребенка. Рейды, направленные на снижение детского травматизма, инспекторы ГИБДД совместно с родительским патрулем проводят регулярно. С помощью таких профилактических мероприятий они хотят напомнить о необходимости соблюдения ПДД всеми, без исключения участниками дорожного движения. И отдельно рассказать родителям о том, как в этом деле важен личный пример.